У семьи Шумаковых звездки Узабуд и Кашельевского района подрихтовка до нового научного года практически завершилась. Сын Юра, селета пойдет у 7 класс, его сестра Мария у 1. И она уже ведает, лишь бы и литеры хоть слово читать пакуль не может, учим и признается журналистам. Всякие подделки делали, подделки делали какие-то, например, курочку делали, цыпленка, и еще буквы учила в этот год. Зараз в Будокашельевском районе створена целая система подрихтовки будущих першоклассников. Мария Чумакова, например, несколько месяцев наведывала в Варовецкий дом творчести, где не только учила литеры, а и занималась хореографией. А прошла того, подчас весновых и летних каникул, и она разом с батьками побывала в школе, где познайомилась с будущим наставником. Что ты же со школьных принадлежностей и формой, то их не были без проблем. Як девчонка, будущая першоклассница, оценила неколькие модели и выбрала тое, что сподобалось. У нее, конечно, вкус свой есть. Померили один вариант, второй вариант. Она соглашается практически на то, что я со своей стороны ей предложила. Нет такого каприз, чтобы я это не буду, я это не хочу. В этом году в Узовскую среднюю школу придут 11 першоклассников. Подчас минулого навучального года школа литерально переутворилась. В рамках проекта, финансуемого Сусветным банком, тут провели целый комплекс работ. Узмаснили фасад, адрамонтовали столовую, заменили дах, обновили систему отепления. В 1979 году будинок узвели усяго за год, але не улечили одну мясовую особливость. Практично вся территория везки находится на былом болоте. За минулый час природа зарабила свою справу, и ремонт был вельми потребный. Гэтым летом провели яшые работы по добру упорядкованне. За кошт сродков областного и районного бюджету заменили асфальт на прилеглые территории. А прочатого в рамках программы другасной занятости в установе заменили практически всю меблю. Причем за новыми столами школьники будут учиться яшые под новых подручниках. Наставники кажут, что теперь яны больше зручные и сместонные. Те учебники, которые я сегодня видела, уже седьмого класса учебники, они, конечно, доработаны. Появилось больше иллюстрации. Они стали более интересными. Задания те, которые, к примеру, в учебнике физики, в учебнике математики, они наиболее адаптированы к учащимся. То есть, ну, это на примере Республики Беларусь какие-то задачки. Вот. Поэтому радует. Я бы не сказала, что в учебниках много сложного. В учебниках заложена та учебная программа, который тот минимум, который ребенок должен знать. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошелёвский район.